привет мои хорошие сегодня я делаю обещанный рецепт карельских калиток сразу говорю что я не карелка я не специалист я не кулинар я их буду делать наверное раз в пятый до этого я делаю чисто на ржаном тесте а сейчас я хочу как я и планировала сделать на смеси ржаной муки и пшеничный сразу признаюсь я уже один раз сделала то есть буквально неделю назад я сделала калитки как предполагала со сметаной и получила тесто не совсем то которое мне хотелось бы поэтому я сейчас буду переделывать еще раз спросила свою бабулечку знакомую как они делают и попробую сейчас сделать все-таки ту которая мне нравится и так это ржаная мука сделаю я раз два три четыре пять ложек ржаной муки я делаю для себя поэтому буду делать совсем немножечко пять ложек муки высшего сорта три четыре пять просею их ситом которая досталась мне еще от моей мамочки зачем просеивать я думаю нет смысла рассказывать вам все мы девушки опытные просеяли теперь я добавляю выглубление немножко соли сметанки две ложечки ай все выгребу что тут церемониться если чу муки добавлю хочу сделать не на сметане полностью а добавить кефира может быть я получу именно то тесто которое я хочу добавляю кефира в чем была моя ошибка первый раз я так понимаю что я сделала слишком крутое тесто те калитки которые я пробовала мне нравились за счет того что было нежное тесто как почти почти как песочное так вот наверное примерно вот такого плана тесто у меня немножко липкая будет вот она получается вот у меня такой мягенькая я надеюсь это будет именно то что мне надо так это на получилось мне такой титым тесто я накрыла крышечкой теперь будем готовить начинку я хотела сделать начинку с творогом из пшеной каши мне нравится но я элементарно забыла сварить пшенную кашу перед этим поэтому буду готовить только из творога что нам здесь понадобится творог я добавлю чуть-чуть соли я объясню почему добавляю соль вообще из более сбалансированный вкус получается даже у сладких блюд если в него добавить еще и соли добавлю немножко сахара добавлю немножко сахара перемешаю и добавлю сюда белок яйца а желток у нас пойдет для других целей рассказываю как детям маленьким белок у нас идет сюда яйца домашние то не желток пойдет на заливку жалую еще добавлю сахара я не даю точных пропорций потому что повторюсь я не опытный кулинар я делаю практически всегда все блюда на глаз за исключением каких-то сложных я думаю что тут вообще никаких особых вопросов не может возникнуть потому что многие из нас опытные девушки все получится так белок размешали сахара добавили со или добавили ванилин добавлять не буду я могу сказать что вот то что я узнала про кориллов которые живут во всяком случае моей деревне они вообще не любят каких-либо специй особых вот настоящие кориллы не любят зелень типа петрушки не говоря уж о мяте не любят с чего-то вот незнакомого еда у них всегда предельно простая творог так творог картошка так картошка капуста так капуста без каких-либо изысков поэтому мы будем следовать этому их принципу муж как-никак корили я про себя так творог отставляем остается у нас желточек желточек нам понадобится для того чтобы сделать заливку помимо желточка нам понадобится сметана но она не то чтобы заливка как бы замазка сверху вот и бабулечка мне моя знакомая сказала что почему-то они сюда это вот замазку тиро заливку кладут обязательно соду для румяности сюда я положу немножко не хочу я рисковать положу половинку ложечки все это у нас будет замазочка который будет будем поливать сверху калитки перед тем как попекать все оставляю это все отдыхать и ждем когда протопится моя печка вау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже, наверное, раскатывать не буду. Попробую так. Потому что тесто мягкое, податливое. Делаю заготовку. Делаю заготовку. Не будем жалеть. Люблю, когда начинки много. Делаю заготовку. Так, кладем их на противень. Делаю заготовку. Печка прогорела. Теперь настало время смазать наши калиточки. Вернее, залить вот этой волшебной смесью. Для того, чтобы они зарумянились. Все ставлю в печку. Я использую вот такую решеточку. На ней я сушу грибы иногда, рыбу. На неё же поставлю калитки. Чтобы дно не пригорало. Ждёмся. Ну, ребята, увлеклась я ответами на ваши комментарии. И продевала момент. Немножечко перерумянила я свои калитки. Ну, ладно. Вы там, как говорится, не судите меня строго. Сами виноваты. Много комментариев пишите мне. Я сейчас попробую одну достать. Самая красивая вот она получилась. Видно? Наверное, видно. Вот. Нет, тесто всё нормально. Сверху немножечко перерумянила я. Ну, опять повторюсь. Не виноватая я. Буду пробовать. Ай, горяченькая. Я с краешку попробую. Да, тесто получилось почти такое, которое мне нравится. Ну, вкусно вам. Так что можете делать. Рецепт простой. В духовке получится тоже у всех. Думаю, без проблем. Самое главное, чтобы вам понравилось. Всё, мои хорошие. Пошла я пить чай. С калитками. Это уже поздно, а я ещё ничего не ела. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!